Четырехладейный эншпиль Приведем классический пример такого окончания. На доске материальное равенство. У каждого из партнеров, кроме короля, есть по две ладьи и по пять пешек. Король белых несколько ближе к центру, но их пешки ферзевого фланга изолированы. Напомним, что изолированный называется пешка, если на соседних с ней вертикалях нет своих пешек. У черных напротив пешки связанные, то есть они стоят на соседних вертикалях. Ладьи черных расположены лучше. Черные могут свободно перебрасывать силы с одного края доски на другой, и поэтому они атакуют. Белые будут пытаться перевести короля на b2 или b3, чтобы защитить слабые пешки и освободить ладьи. Черные же стремятся держать неприятельские ладьи в заперти и предотвратить упомянутый перевод короля. Достигнув этой цели, они смогут вторгнуться королем на слабые поля и создать решающее преимущество. Итак, к партии. Ход черных. Ладья c4 делает ход на e4 и угрожает белому королю. Линию нападения перекрывает белая ладья. Она ходит c2, e2. Тогда черная ладья делает ход на поле a4, где стоит беззащитная пешка. Белая ладья тотчас встает на ее защиту. А черные делают ход пешкой h на поле h5. Идея этого хода, как будет вскоре видно, состоит в том, чтобы сыграть h5, h4 и задержать белые пешки королевского фланга. Черные извлекают пользу из неподвижности неприятельских ладей, наступая на противоположном фланге. Четвертый ход. Белая ладья встала на поле d1. Она угрожает черной ладье. Она уходит от угрозы на поле a5, принуждая вторую белую ладью пойти в угол на защиту своей ладьи и приковывая обе белые ладьи к месту. А в это время черные еще продвинули пешку h, и она одна удерживает теперь две пешки белых, g и h. Сравните положение на доске с начальной позицией. За пять ходов черные не только обрекли вражеские ладьи на неподвижность, но и воспрепятствовали любым пешечным операциям. Теперь черные будут стараться вынудить ход f2, f3. После чего на g3 создается дыра. Тогда туда направится король, и спасти партию белых станет невозможно. Вернемся к партии. Белый король, как мы и предполагали, пошел в сторону своих пешек на ферзевом фланге. Черный король выдвинулся на поле g7. Белый король продолжает двигаться в намеченном направлении. А черная ладья ушла на поле g5. Она угрожает беззащитной белой пешке, g. Едва белые подвели для защиты короля, как черные снова, используя подвижность ладей, переходят к атаке на королевском фланге. Белая ладья сделала ход на поле g1, чтобы защитить пешку g. Черные отвечают ходом ладьи на f4, и под угрозой оказывается еще и белая пешка f. Нельзя теперь играть белым королем на b3, поскольку тогда черная ладья вернется на b5 с угрозой черному королю. Тот вынужден будет отойти, а в это время черная ладья f собьет пешку f. И кроме того, черный король окажется под шахом. Неприятная ситуация. Отвергнем этот вариант и вернемся к девятому ходу. Белый король делает ход на d3. Ладья угрожает ему с поля f3. Если сейчас пешка g побьет ладью f3, то черная ладья g5 бьет белую ладью на g1. Потом черная ладья сделает ход на поле h1 и заберет пешку белых h. Этот вариант также неприемлем. Вернем фигуру на место. Белый король делает ход на e2. Под угрозой оказывается ладья f. А она бьет пешку белых h. И черные должны выиграть. В этом эншпиле мы видели исключительно точное применение такого принципа. Добиваясь свободы действий для своих фигур, одновременно ограничивая свободу действий фигур противника. Другим хорошим примером преимущества лучшей подвижности фигур служит окончание партии Капабланко-купчик. Гавана, 1913 год. Единственное преимущество белых в том, что они владеют открытой линией, и за ними очередь хода. Это дает инициативу. Кроме того, предпочтительнее иметь связанные пешки на ферзевом фланге, чем изолированную ладейную пешку. Правильный метод, как в предыдущем примере, состоит в наступлении ладьями, причем чтобы по крайней мере одна из них могла перебрасываться с одного фланга на другой, и этим стеснять свободу черных ладей. Итак, первый ход. Ладья белых делает ход Е1, Е4. Черная ладья делает ход на Е8, чтобы оспаривать у белых свободную линию. И далее ладьи белых и черных собираются на вертикаль Е. Белая ладья делает ход на Е1, черная на Е6. Белая идет на Е3, черная на Е8. Теперь белый король встал на поле Ф1, и черный занял симметричную позицию на поле Ф8 с намерением подойти к середине доски, чтобы он находился ближе к тому пункту, на который впоследствии белые направят атаку. Это оправдывается и общим правилом, что короля лучше держать ближе к центру. Кроме того, у черных не было ничего лучшего. Давайте вернем черного короля на поле Ж8 и посмотрим другие возможные продолжения. Если черные ответят ходом пешки на Д5, то белые пойдут потом ладьей на поле Ж4 с угрозой черному королю. Королю, конечно, есть куда уйти, но потом белые сделают ход королю на Е2 и поставят черных в очень неприятное положение. Вернем фигуры на место и рассмотрим еще вариант ответного четвертого хода черных. Если черные сделают ход пешкой на Ф5, то очень сильным будет ход белых ладьей на поле Д4. И плохой результат черным принесут такие последующие ходы. Черная ладья сбивает белую с поля Е3. Ее бьет пешка с поля Ф2, которую в свою очередь бьет черная ладья. Далее белый король встает на поле Ф2. Черная ладья на Е7. Белая ладья делает ход на А4. И белые, выигрывая пешку А, практически остаются с лишней проходной пешкой на ферзевом фланге, так как две пешки на королевском удерживают три неприятельские. Мы убедились, что и этот вариант для черных неудачен.